Заготовки на зиму А что касается ягод каких-нибудь или фруктов, то они дорогие Своё с огорода свежее, оно всегда вкуснее И как ни странно, вот эти вот заготовки, вроде бы как небольшие На самом деле, серьёзно экономят бюджет И ваш стол становится разнообразнее Посмотрим, что у нас здесь есть Укроп, петрушка, немножко лучка, мята, зверобой и внизу кабачки И сейчас мы это заготовим Что-то засушим, а что-то заморозим Возьмём сначала укроп В принципе, укроп, петрушку, лук Можно покрошить вместе, сложить в пакетик и засунуть в морозилку Можно это сделать по отдельности Но, если вы это делаете и вместе, и по отдельности Подписывайте пакетики Потому что, когда это всё будет перемолото и смешано Уверяю вас, вы не всегда укроп от лука отличите Можно ли укроп засушить? Можно Но его получится очень мало Плюс, он всё-таки потеряет свой аромат Мне кажется, что замороженный сохраняет аромат намного лучше Плюс, ещё кое-что Если мы засушим, придётся выбирать все вот эти вот листики, отрывать И только их крошить А вот стебли, вот эти вот стебли, придётся выкинуть Потому что, когда они засохнут, они будут жёсткие А вот если мы будем морозить, мы можем сделать просто вот так То есть, отрубить вот эти большие жёсткие листья А вот это уже всё перемолоть Потому что, когда мы это кинем в кипяток Все вот эти вот стебельки, они размягчатся И жёсткими не будут Итак, начинаем крошить Берём большой нож и Я не знаю, как в кулинарных шоу так ловко орудуют громадными ножами Удобнее крошить укроп вот таким ножом-пилочкой В труху Просто в труху А потом ещё раз ножом пройдёмся по этой массе Можно купить специальные пакеты для замораживания Но я пользуюсь обыкновенными полиэтиленовыми пакетиками Получается ничуть не хуже И гораздо дешевле Высосали весь воздух Желательно, чтобы воздуха было поменьше Замотали пакетик Положили в морозилку Можно на дверцу морозилки Это не важно Точно так же поступаем с петрушкой и луком У меня лук-батун Это многолетний лук Луковицы у него нет Ну, там такое что-то непонятное В отличие от других многолетних луков Он не становится жёстким в течение лета И в течение всего лета Его можно собирать и заготавливать По вкусу он мало чем отличается от обыкновенного зелёного лука Который вы можете видеть на прилавках магазинов Покрошили пакетики в морозилку Можно делать это маленькими порциями Можно большим пакетиком Этот пакетик меньше займёт места, если сделать его плоским Потом, когда надо будет, вы достанете Отломите нужное вам количество И бросите в суп, борщ, рагу, куда угодно Теперь у нас мать и мачеха Листьев немного Для особо трудолюбивых могу поделиться Таким небольшим опытом Потому что я тоже ленивое седалище И заготавливать и перерабатывать сразу много Мне лень Поэтому я собираю по чуть-чуть То есть немножко собрала Покрошила, посушила Но вот мать и мачеху Мать и мачеху Особенно сейчас здесь у нас Когда холодно и сыро И позавчера шёл снег Лучше всё-таки Заготавливать по чуть-чуть То есть чуть-чуть тонким слоем Оно подсыхает Всё хорошо Потому что у мать и мачехи Такой сочный лист И сохнет она долго Если у вас на огороде Есть мать и мачеха Это хорошо Потому что это лекарственное растение И его можно заготовить Да, это злостный сорняк Но Она имеет свойство исчезать Пропалываете, пропалываете Не можете от неё избавиться А потом в один прекрасный момент Она просто исчезает Поэтому Выделите себе небольшой участок Где вы не будете её трогать И всё будет хорошо У вас будет замечательное Лекарственное растение Потому что В лесу И на лугах Её ещё Надо поискать Так Математику мы заготовили Покрошили Теперь на бумагу И сушить Если вас смущает То, что это там Рекламка или газета Возьмите просто Обыкновенный белый лист бумаги Но только, чтобы он впитывал влагу В этом смысл Заготавливаем смородину Лист у неё сухой И жёсткий Сохнет хорошо Так Смородину Заготовили Теперь сушим Для чего нам смородина и мать и мачеха Смородина, понятно Добавляем в чай Такой специфический аромат и вкус придаёт Лист красной смородины тоже можно заваривать Но у неё нет вот этого характерного вкуса и запаха смородины Для чего мать и мачеха Тоже можно в чай Честно, я в своё время перепила этого чая с мать и мачехой Поэтому сейчас на неё смотреть не могу Заготавливаю её как лекарственную траву На случай простуды, например Или если желудок прихватит Для желудка она тоже полезна Следующий у нас Зверобой Это ядовитое растение Зверобой Само название Говорит о том, что для животных он опасен Травоядные животные Если съедят его слишком много Могут умереть Но если мы его посушим И будем добавлять в чай Получим замечательный тонизирующий напиток Это ещё и лекарственное растение Как лечиться зверобоем И от чего лечиться зверобоем Я вам рассказывать не буду Если вы заготавливаете траву То заведите для этого Специально отдельные ножницы Потому что они будут тупиться Ржаветь И портиться Для чего мы измельчаем Чтобы он быстрее высох Что нам для этого ещё понадобится Вот такая вот штуковина А чтобы лучше сохло На дно я постелю газету Если у вас звучит типографская краска Постелите какой-нибудь Лист бумаги Ну такой, который впитывает влагу Именно для этого мы и стелим Приступаем Берём наш зверобой И просто кромсаем его Чем тоньше слой Тем быстрее он высохнет Готово! А теперь важный момент После того, как он высохнет Вы его положите в матерчатый пакет В матерчатый Не надо класть его в полиэтиленовый пакет Или в какой-нибудь пластиковый контейнер После того, как он высохнет И вы его положите в матерчатый пакет Вы этот пакет какое-то время Ещё подержите на воздухе Чтобы окончательно всё просохло как следует И вот после того, как вы высушите его окончательно Вы его обязательно подпишите Напишите название и год, когда вы его собрали Можете ещё написать место сбора, чтобы на следующий год помнить Где он растёт и куда за ним можно прийти на следующий год Я этот зверобой собрала у себя на даче Поэтому место сбора писать не буду Просто напишу год Сушёная трава хранится два года После этого натеряет свои свойства Теперь очередь мяты В принципе, съедобно всё растение Но мне больше нравится вкус и аромат листьев Он такой понежнее, чем у стеблей Поэтому листья я обрываю А стебли выбрасываю Обратно на огород Пусть перегнивают До этого мы заготовили зверобой Это такое сухое растение А вот у мяты Листья мясистые, сочные И сохнуть они будут дольше Поэтому их периодически надо вот так вот шевелить Переворачивать Иначе они могут стать коричневыми Некрасивыми И приобрести не очень приятный запах Лучше всего сушить травы В помещении, которое хорошо проветривается Теперь режем ревень Очень хорошее растение У него один недостаток Он очень кислый И когда его готовишь Приходится тратить много сахара Добавляем сахар Делаем компот И начинку для пирожков Из него получается Замечательная начинка для пирожков По вкусу напоминает яблоко Чистить его не надо Но вот эту пяточку Вот эту пяточку Мы зачищаем от грязи Просто берем И вот так вот срезаем Берем И срезаем Берем И срезаем И вот так поступаем С каждым черешком Теперь режем ревень Для компота покрупнее Для начинки Для пирожков Помельче Для компота я уже заготовила Теперь Сделаю Для начинки Для пирожков Убираем Оттуда весь воздух И отправляем Но лучше Чтобы воды Все-таки Было поменьше Поэтому тоже Их желательно Собирать Чистыми Или просушить После того Как вы их вымоли Например Кабачки Которые Мы сейчас Заготовим Их тоже Можно Замораживать Иногда Попадаются Вот такие Вот уродцы Да Еще и Подгнившие Совершенно Не обязательно Их выбрасывать Обрезаем Подгнившую часть Остальное Нарезаем Кубиками И в пакет Готово Кабачки Порезали Отправляем Их В морозилку Как их Фасовать Можно Порционно То есть Пакетик На порцию Можно В большой пакет Они там Не слипнутся И не превратятся В какой-то Один большой комок Вы всегда Из большого пакета Сможете взять Сколько вам надо Так что Как вам удобнее Не превратятся ли они В сопли После заморозки И разморозки Ну Во-первых Мы их Не размораживаем Равно как И остальное Все То есть Из морозилки Сразу в кастрюлю Не размораживаем Иначе Действительно Превратятся В сопли С кабачками Это немножко Произойдет Ну Они будут Не такие Конечно Как свежие Но В принципе Вполне Хороший Съедомный Овощ Подходит Для рагу И для супа Пюре Кое-что О фасовке Вот Завязывать Пакеты Это нерационально Потом Развязывать И опять Завязывать Замороженный Пакет Это неудобно К тому же При заморозке Вот эти пластиковые Пакеты Они рвутся Поэтому Мы просто Вот так Вот Заматываем И кладем Так Чтобы они Не рассыпались Справились Но на самом деле Заготовок Еще много Подобным образом Я заморожу Шиповник Смородину Бруснику Чернику Если найду Рябину Рябину найду И еще Я заморожу Кожуру От нектаринок От яблок И сердцевину От яблок Но это Не с огорода Нектарины У нас не растут А яблоки Ну вот это вот Вот они Вот такого размера Все Вот это вот Их максимальный размер Они больше не вырастут Правда У нас в городе Есть одна яблоня Там яблоки Размером Со сливы Ну и это все Это тоже не пропадет Пойдет в дело Итак Если у вас Проблема с желудком То скорее всего Вы едите Яблоки И всякие другие Фрукты Без кожуры Кожуру вы счищаете Ну и еще Сердцевина Яблока На любителя Я например Вот эти чешуйки Не люблю Но Выбрасывать все это Мы не будем Разрежем Нектаринку Тут она Подгнивает Это мы все Выкинем И просто Чистим ее От кожуры А если у вас Проблема с желудком И вам кажется Что после фруктов Ну в смысле Не кажется А после фруктов Там у вас болит Желудок И после овощей То Попробуйте Счищать Вот верхнюю Вот эту вот Кожуру Особенно Нужно поступать С любыми фруктами Но После заморозки Она будет Кислая А вот с яблоками Такого не происходит И после того Как вы их положите В компот Сахара Надо будет Добавить Совсем Немного А если любите Покислее Можете Вообще Не добавлять В принципе Такие заготовки Можно делать В течение Всего года Потому что Яблоки В магазинах Круглый год Едим Обрезаем Замораживаем По мере надобности Достаем Варим Компоты А это Съедаем Итак Мы с вами Сегодня Делали Заготовки На зиму Надеюсь Мое видео Кому-нибудь Пригодится Ставьте пальцы Вверх Или вниз Подписывайтесь На мой канал До новых встреч